Строительство жилья, транспорт, ремонт дорог и сфера ЖКХ по-прежнему остаются в топе причин обращения граждан. В прошлом году в Бобруйский горисполком поступило 2340 заявок различного характера. По сравнению с 18-м плюс 195. При этом уменьшилось количество письменных обращений, а вот электронных наоборот стало больше. К слову, увеличилось и число тех, кто со своей проблемой идет на прием к председателю горисполкома, не теряют актуальность и прямые телефонные линии. В 2019 году руководством горисполкома проведено 64 прямые телефонные линии, в том числе 52 субботние линии, из которых 4 линии проведены председателем Бобруйского городского совета депутатов. В ходе прямых телефонных линий в горисполком поступило 737 обращений, что на 70 обращений больше, чем в 2018 году, что свидетельствует о высокой востребованности данной формы работы с населением. Из общего числа обращений, которые поступили на субботние, прямые телефонные линии 254 при рассмотрении получили положительное решение. В 54 случаях отказано в удовлетворении, остальные же оставлены на контроле. Отличительной особенностью 2019-го стали жалобы на транспорт. Если в первом полугодии они касались качества работы такси, то во втором жители начали поднимать вопрос дополнительных маршрутов в седьмом микрорайоне Западный и Киселевичах. На данный момент и это скорректировано. Если говорить в целом, то Александр Студнев обратил внимание на то, что не всегда вопросы решаются на местах. Отсюда и возникает такое количество жалоб. Кроме того, председатель горесполкома отметил, что зачастую на местах отсутствует и контроль исполнения. А если говорить о самом обращении, то оно может быть закрыто только после того, как вопрос решится, резюмировал мэр города.